С получением без визы поздравил украинцев и премьер-министр Владимир Гройсман. Но большую часть заседания правительства министры посвятили другим вопросам. Они обсуждали стычки 9 мая и давали оценку действиям полиции. Все подробности узнаем от Ирины Романовой. Новость о решении Совета ЕС отменить краткосрочные визы для украинцев появилась, как только Владимир Гройсман открыл заседание Кабмина. Премьер даже не скрывал довольной улыбки. Из 11 червня украинские граждане смогут подорожать до Европейского Союза без визы. Этот час настав. Всех витаю. Но на этом приятные новости, похоже, и закончились. Напомнив, что несколько дней назад Украина почтила память погибших во время Второй мировой, премьер заметил. В эти дни нормальные люди всегда и с болью в сердце вспоминают историю каждой родины, в частности каждой украинской родины, в которой эта страшная и жахливая война торкнулась. Но и другие, которые используют такие даты для раскола, провокаций, разъединения, сутичек. Премьер привел ситуацию в Днепре, где 9 мая возле монумента славы произошла массовая стычка. То, что произошло в Днепре, абсолютно непрепустимо. Провокация, которая произошла, должна найти полностью свою оценку. Мы должны идентифицировать каждого из них. И эта тетушня должна сидеть просто за гратами. Виновными в беспорядках глава МВД назначил руководство областной и городской полиции Днепра. Оба начальника и их замы уже уволены, доложил глава нацполиции. Обстоятельства драки сейчас расследует спецкомиссия, как и стычки в Киеве, Одессе, Запорожье и других городах. Загалом, до органов полиции доставлено 89 человек. Открыто 19 криминальных проваджений в 8 регионах. Выготовление, поширение коммунистической и нацистской символики. 9 проваджений хулиганства. 4 проваджения умественной средней тяжкости телесного ускорения. Его начальник Арсен Аваков извинился за ненадлежащую реакцию полицейских в Днепре. А вот действия киевских, которые 9 мая штурмовали офис радикальной организации возле площади Славы, оправдал. В момент, когда там сбирался НАТО, полицейские побачили, что в окно офису ответственного ОУН стоит людина в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Полицейские приняли на решение войти в это примещение и локализовать эту проблему. После этого было найдено там этот тубус, он был пустой. Мы не могли знать, что это пустой тубус, что это готовится выстрел. Геннадий Зубко, Остап Семирак и Андрей Рева сочли своим долгом поддержать коллегу. Там были люди, которые пришли вспомнить своих погибших предков. И в этот час в них целяются с гранатомета, зигают в нагло, кидают в них разные предметы, а потом кричат, что полиция в ухо виноват. Я хотел бы поддержать наших правоохранителей. Честный правоохранитель должен поддержать. Обязательно. А те, кто порушивает закон, нужно наказывать? Конечно. Поручив нас полиции как можно скорее провести расследование и наказать виновных, премьер предложил министрам перейти к обсуждению повестки дня. Среди прочего, члены Кабмина решили преобразовать госавиапредприятия «Антонов» и завод 410, гражданской авиации, в публичное акционерное общество, чтобы привлечь инвестиции для их модернизации. И продлили еще на месяц чрезвычайное положение в энергетике. Елена Романова, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.